Ремонтировали и разлиновали. Проспект тракторостроителей теперь может похвастаться ровным асфальтом и свежей дорожной разметкой. Крайние полосы автодороги выделили для общественного транспорта. Между автомобилями и общественным транспортом сплошная. В распоряжении троллейбусов, маршруток и автобусов теперь крайние полосы в обе стороны от кольца Шупашкар до перекрестка с монтажным проездом. Здесь уже было нанесено давно. В прошлом году наносили. В этом году после ремонта тракторостроителей мы нанесли свежую разметку термопластиком. Также установлены здесь комплексы фото-видео фиксации нарушений. Хотелось бы также предупредить водителей, что за нарушение данного пункта правил предусмотрен штраф в размере полутора тысяч рублей. Заезжать на него можно только при осуществлении маневров. Прежде чем окончательно наносить разметку, управление ЖКХ администрации города заручилось поддержкой горожан. На сайте запустили народное голосование. Проспект тракторостроителей выбрали 33% респондентов. Наш опрос дал противоречивые результаты. В проспекте необходимости такой, считаю, абсолютно никакой нет. Никогда здесь не было мощной загруженности, не считая участка перед кольцом. Не считая такой большой необходимости, что есть. Полезно для простых жителей, которые перемещаются на общественном транспорте. Здесь очень широкая полоса, поэтому трех полос достаточно для автомобиля. Удобно только, если бы общественный транспорт по ней ездил. Посмотреть на маршрутный такси, как они ездят. Сплошная полоса работает там вообще или нет? Абсолютно не работает. Было бы очень удобно, конечно. И для пассажиров, и для людей, и для нас водителей простых. Для этих пассажиров, наверное, удобнее. Транспорт быстрее проезжает. А так мне не мешает, во всяком случае. Мне кажется, это дисциплинирует, наоборот, лучше. Ну, порядок какой-то на дорогах. Подобные изменения рассматриваются и на других шестиполосных улицах Чебоксар. На Московском проспекте до улицы Афанасьева, на проспектах Ивана Яковлева и Мира. Но прежде чем менять разметку и ставить знаки, администрация готовит комплексную дорожную схему города и ждет результатов изучения автомобиля потока в Чебоксарах. В Чувашской республике в рамках программы безопасной и качественной дороги разрабатывается комплексная схема организации дорожного движения по агломерации. Победитель там дорожный консультант город Екатеринбург. Как раз в их функции входит изучение и дача предложений, изучение дорожного движения, в первую очередь, общественного транспорта, движения общественного транспорта и дача предложений по оптимизации его. По планам схему должны составить до конца этого года, а в следующем уже будут принимать решение. Организовывать еще выделенки в Чебоксарах или все же нет. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика.